Суд отклонил иск инвалида из Анапы к Бузовой и Баскову. Признат телезвест Николая Баскова и Ольгу Бузову виновными в том, что подтолкнули его к решению вложить все свои средства в финансовую пирамиду, попытался через суд 47-летний житель Анапы Дмитрий Ружников. Он обратился в Кунцевский районный суд Москвы с иском о недостоверной рекламе, в котором просил взыскать 808 тысяч рублей с ООО «Кешбери» артистов Баскова и Бузовой. Ружников, являющийся инвалидом первой группы, указал в иске, что потерял вложенные 808 тысяч рублей и других денег не имеет. По его словам, вложился в Кешбери он именно под влиянием рекламных телероликов. Мужчина является инвалидом детства и с помощью Кешбери хотел накопить средства на лечение в израильской клинике. Согласно данным суда, с ответчиками Баскова и Бузовой по иску значились ООО «Кешбери» и «Матюгина-Н». Сотрудницы организации, которой перечислялись деньги. Согласно судебному решению, в удовлетворении искового требования Ружникову отказано. Суд не признал сложившееся отношение договором поручительства, и в солидарном взыскании средств компенсации морального вреда ИСЦУ было отказано. Минус. Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии. Кроме возврата вложенных 808 тысяч рублей Ружников требовал выплатить ему 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. На предыдущем судебном заседании Игорь Селивановский, представлявший интересы ИСЦА, заявил, что ответчики даже возражения на иск не прислали. По его словам, происходит полное игнорирование судебного разбирательства с противоположной стороны. Во вторник на процессе не присутствовали уже представители обеих сторон. Напомним, в сентябре прошлого года Центробанк сообщил, что передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом Кэшбери. В их деятельности были обнаружены признаки финансовой пирамиды, принципы сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивная реклама в СМИ и соцсетях. В то же время ЦБ не обнаружил признаков реальной деятельности компаний. Финансовое учреждение предлагало людям инвесторовать деньги в микрозаймы с доходностью до 600% годовых. Кроме того, указанные организации не имели лицензии ЦБ. Через две недели после этого Кэшбери объявила перерыв в работе, а 1 ноября о закрытии проекта и намерении создать новую компанию финансовой инвестиционной индустрии. Руководство финансовой пирамиды находится в бегах. Минус. Путин запретил рекламировать в России психоактивные вещества. Закон о рекламе в статье 5 содержит общее требование к рекламе, которые должны неукоснительно соблюдаться, а также раскрывает перечень оснований, при которых реклама может быть признана недостоверной, напоминает руководитель практики интеллектуального и информационного права юридической группы Яковлев и партнеры Анна Никитова. Важно понимать и, что лица, играющие роль, являются всего лишь актерами и исполнителями, ответственность же за предоставление недостоверной информации должен нести рекламодатель, то есть лицо, в интересах которого такая реклама производится. При рассмотрении дела недостоверной рекламе, по словам юриста, истцу необходимо было предоставить доказательства того, что реклама вводит в заблуждение и содержит в себе сведения, которые противоречат действительности. Зачастую реклама не содержит в себе столь конкретных данных, которые можно однозначно опровергнуть. Требование о признании сложившихся отношений договором поручительства вряд ли могло быть удовлетворено. Отсутствует письменная форма договора, что является требованием закона, а несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства. И, как следствие, отсутствие письменной формы, не были согласованы существенные условия поручительства, без которых спор не может быть рассмотрен по существу, пояснила эксперт. Происшествие правосудия суд филиалы РГ Кубань Северный Кавказ, ЮФА, Краснодарский край